Здравствуйте, здравствуйте! С вами снова Ваня и 64 серия The Monk 6. И Акс, слышите жуткие звуки? А видите, что у меня в кармане? Это значит, что я построил ферму. Давайте на неё внимательно посмотрим. К сожалению, демагнетизировать её у меня что-то как-то не получилось, а из неё всё ещё вываливается. А, может быть, проблема в том, что всё вываливается. В общем, вот этот вот магнит, то есть Item Collector, работает намного лучше, чем два магнита из Moda Piedistals. Дальше. Интересная история. У меня заработал вот этот вот сеятель. И всё сеет. К сожалению, да, эссенция у меня не выжила. Но эссенция даёт всего лишь X2 с большой вероятностью. Я не уверен, что мне это прям надо, потому что я, наверное, сделаю ставку на скорость выращивания этих самых несчастных синсов. Вот ещё интересное место. Ой, сломал. Оказывается, пьедестал можно залить водой. Он типа полублок. И пьедестал прекрасно живёт под лилипедом. Лилипедов у меня до чёрта, потому что силфы до сих пор не умерли. И продолжают производить... Вот так вот это делается. А лилипеды за нахаляву. Прекрасные силфы. Так, что у нас ещё интересного? Ну, в общем, тут у нас два сеятеля, два срубателя. И они дотягиваются только при апгрейде ровно на рейндж-8. Довсюду. Так, у меня кончился редстончик. А вот эта вот пыкательная машина должна работать. Значит, найдём какую-нибудь руду, которую можно разбивать дальше. Я думаю, что эта руда будет... О, как интересно. Это будет тин. У меня не обработано. А, инерт кристалл ор можно, наверное, начать. А, угольная. Угольная руда. Нужны ли мне алмазы? Я думаю, что нет. Если мне нужны будут алмазы, я придумаю, как сделать алмазы. Вот. И поэтому угольную руду тупо разобью. Процесс пошёл дальше. Очень смешно, что у меня сахара больше, чем угля. Но это ненадолго. Так, дальше. Что у нас ещё интересного? Но тут ничего интересного нет. Тут я ничего не изменял. Я посетил свой ядерный реактор. И ужаснулся. О, всё, он отключился, наконец-то. Фишка в чём? О, всё. Топливо кончилось. Я отрубил его от топлива для того, чтобы вот тут вот и вот тут вот стало пусто. А ещё стало пусто в моей вот этой вот запасной трубе, в которую я сливаю отработанные ядерные отходы. Вот тут вот должно быть пусто. Но... О, и тут пусто. Шикарно. То есть мы продолжаем производить, то есть удалять ядерные отходы. Тут, конечно, 100%, но это ненадолго. Такс. А в чём проблема? Проблема в том, что вот эта конструкция производила где-то 2 мегафета всего. А вот эта вот конструкция, которая перерабатывала всё вот это топливо... Ой, а вот это что такое? Оно здесь должно быть? Нет, здесь пусто. Оно просто коричневого цвета. Вот эта вот история. А производила полония мне на переработку примерно на 8 мегафетах. То как бы мне намекает, что вот эта вот конструкция абсолютно неоптимальна. И вот эта конструкция абсолютно неоптимальна. И вообще играть в Майнкрафт бесполезно. Поэтому всё разломаем и больше никогда сюда не вернёмся. Ключу. Для начала мы увеличим реактор в 5 раз. Ну или в 4 раза. В общем, высотой оставим столько же, а размерами сделаем больше. Почему реактор был размером 75, спросите вы. И я вам отвечу. Реактор размером 75 был потому, что это максимальное количество топливных ячеек, которыми можно обогреть воду. Всё остальное воду было перегревало. Так, почему у меня такой бардак вообще? Допустим, ладно, мне ни черта тут не надо. Единственное, что мне нужен мой данк. Данк мне мой нужен. Вот. Что мы делаем? Мы делаем этот самый реактор. Где моя палочка спасавочка? Самая глупость-вычищавочка. Вот она. Мы делаем что? Мы сейчас делаем большой реактор. Размером, ну, в 4 раза больше такая-то такое. Офигеть. Ещё только не найдёшь у себя дома. Это надо как-то аккуратненько заложить. Таких дырок быть не должно. Так, в чём мы это закладываем? Это из данка что-нибудь возьмём сейчас. А, стоп, у меня марбл есть. Нет, это не должен быть марбл, потому что в случае неудачного разрушения марбл разрушится вместе с тем, что мы тут положили. Так, нормально? Ну, типа нормально. Вот это вот быть не должно, но вот этих труб быть. Я сейчас все трубы сломаю, да? Вот с этими трубами надо как-то понять, куда их девать. Такс. И встроим реакторчик. Этот был 5 на 5, этот будет 10 на 10. Из-за того, что всё-таки реактор должен быть несимметричный, то есть с одной центральной, с самой клеточкой. Было решено делать его 9 на 9. В общем, вот такой вот огромный, чертовски здоровый реактор. Где-то у меня наверху есть производство содиума, чтобы его охваждать. И вот-вот-вот-вот-вот сейчас вот это вот надо всё заполнить. Ну, соответственно, 9 на 9, на 18 высотой. Дайте нам мне фижин. Это называется реактор глаз. Дайте нам, пожалуйста, много реактора глаза, потому что у него придётся использовать. И, в общем, вот такой реактор. Я, конечно, забыл, что кроме реактора у тебя должен быть ещё бойлер. И это не очень приятно, потому что бойлер — это всё-таки отдельная развлекуха. Его надо где-то расположить. Ну, я думаю, что если я расположу бойлер где-то здесь, а турбину я сюда тогда уже не вставлю. У меня тут турбина тоже должна быть 9 на 9. И я, кстати, не уверен, что у меня турбина 9 на 9. Хватит, потому что это очень мощный реактор. А питать реактором 2 турбины — это очень глупо. По одной простой причине. Турбина возвращает кувант. А вот куда она возвращает кувант — это очень хороший вопрос. Так, дайте нам, пожалуйста, ещё фьюэл-эссимбляне называются. Фьюэл-эссимблем. И надо уже что-то сделать с магнитайзером. Нельзя так постоянно ходить с эссенцией в кармане. Ну вот, мы, собственно, и попали на то, что для производства фьюэл-эссимбля, мне их нужно произвести много, нужен Basic Chemical Tank. А мы умеем производить Basic Chemical Tanki с контролом. Да, мы умеем производить Basic Chemical Tanki. Так, ну давайте посмотрим, сколько их нам надо. Нам нужно их раз, два, три, четыре, пять, для того, чтобы закрыть вот этот вот... Нам нужно пять штучек, чтобы закрыть вот этот ряд. Нет, стоп. Клифт-клик. Нет, контрол-клик. Контрол-клик, да. А можно сказать, что нам нужно пять штучек? Нет, нам нужно пять танков. Пожалуйста. Их неудобно хранить в карманах, поэтому пуща лежат в системе. Так, с пять танков. На уровне у нас так, четыре, три, семь, четырнадцать, двадцать один, двадцать пять. А на уровне у меня как раз двадцать пять этих самых штуковинок. Соответственно, мне нужно еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семью двадцать пять, это чуть меньше двухсот, это сто семьдесят пять. Ладно, придется их. Нет, так не получится. Придется их крафтить, что ли. Дисплей крафтбосс. И вот этих вот еще, пожалуйста, сто семьдесят пять штук. Старт. Вот, теперь я хочу примерно сто восемьдесят наших вот этих самых целов. Нет, они фуэл называются. Фьюэл что? Фьюэл? Фьюэл ассимбля. Давай, все, что есть. Так, вроде готово. Вот, теперь я смогу застроить от безобразия до самого верха. Могу же. Ты же смотри. Почти смог. Что-то еще не хватает. А куда у меня делись фьюэл целы, несмотря на то, что я их делал? Баллоны доделаны. А где? Черт возьми. Так, вот это все не надо. Этим всем займемся позже. А, ладно. Такс, это реактор глаз. Реактор глаз и надо. Где я ошибся в расчетах? Восемь это же... О, стекло кончилось. Восемь это два раза по четыре, а двадцать пять на четыре это сто. Итого восемь на двадцать пять это двести. Вот он, наш огромнейший реактор. Запитывать водой его не получится, потому что, к сожалению, он не сможет прогреть воду до правильной температуры. Он говорит, heat capacity, fuel surface, boil efficiency 1. А надо, кстати, было на тот посмотреть, какая у него boil efficiency. Fuel statistics, max burn rate 375. Это ж такое можно, такое можно провернуть. Ну что же, нам нужна соответствующего размера турбина. Она, наверное, сюда. То есть не турбина, а соответствующего размера бойлер. Но с бойлером есть небольшая приятная история. Бойлер не обязательно делать такого же размера, как реактор. Его можно сделать в половину. А турбину придется такого же размера делать. В прошлый раз бойлер был 7 на 7. Давайте поставим сюда бойлер 7 на 7. Допустим, вот это будет бойлер. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тогда сюда должен куда-то пойти, куда-то должна здесь встать турбина. Она сюда не встанет. Надо перетаскивать либо это, либо вот это. Можно перетащить вот это, можно перетащить вот это. Но для того, чтобы перетащить вот это, нужно это дело сначала сфотографировать. Давайте этим займемся. Ну просто, чтобы потом было удобно его строить. Просто вот это конструкции, вот это можно сфотографировать, черт возьми. И утащить куда-нибудь сюда. Давайте произведем эксперимент здесь. Так, да, я был хитрый. И что, клик сюда? Нет, shift-клик. А-а-а, это же tail entity. Мы же ни черта с этим tail entity не сделаем, поэтому мы shift-кликаем сюда. Нет, кликаем сюда. Нет, стоп, мы переводимся в режим copy. Так, shift-клик сюда. И клик куда-нибудь сюда. Нет, shift-клик сюда и клик куда-нибудь сюда. Так, area copied. Правильно ли она скопирована? В принципе, похоже на то, что правильно. Шикарно, да? Так, то есть вот эту штуку можно разрушать и думать, как оно у нас куда-чё пойдёт. Мне нужно опустить здесь шланг с топливом. То есть, самое, с отходами. Как-то вот так вот. Аккуратно всё поставил. На самом деле реактор нужно было перетаскивать, а не перетащить ли нам реактор. Пока есть такая возможность. Ну так просто перетащить реактор. Сейчас попробуем. Сейчас убедимся в том, что всё работает. Но, да ладно, на самом деле, эта коробочка не очень интересна. Эта коробочка легко строится при помощи строительной палочки. Там внутри ничего интересного нет. А вот эта вот, это важная коробочка. С этой вот коробочкой надо как-то похитрее обойтись, потому что она, к сожалению, строится из... Она, к сожалению, красиво строится. Так, поэтому, опять же... Где-то, наверное, клик. Шехт-клик. Не угадал. Клик надо было делать здесь. И вот наша коробочка попала туда, куда надо. Так, что дальше? Дальше нашу коробочку нужно обязательно сфотографировать, самое, записать. Фотографию сделали, плёнку проявили. А, кстати, ещё у меня тут это. Нефть качается. Что-то у меня не качается. Нефть, ни черта. Нефть, что ли, кончилось? Здесь была не нефть. Здесь была эта самая... Как её зовут? Лава. И я высосывал лаву в Endertank. Ну, в Dimensional Tank. Вот. Сюда надо, да? Нет, здесь у меня экскаватор. Хорошо, здесь экскаватор. А где все мои вот эти бумажечки? Из мода Building Gadget они называются, да? Building Gadget. Экскаватор. Неинтересно. Tip Wait. Интересно. Бжинг. Куда идти? Где спасаться? Наверное, здесь. Мы берём наш этот самый, мы берём нашу вот эту штуку и делаем save. Отсюда сюда. А вот это наоборот, save. Так, теперь это... Стоп, надо ещё название придумать. Это у нас будет SPS. Save. И теперь это SPS. И интересно. А у него нету рецепта. Такс, 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 такс. Ну, теперь у нас есть... Да. Теперь мы можем смело перетаскивать реактор. Я не подумал о том, что я могу смело перетаскивать реакторы. Поэтому, когда строил, прям вот уже думал, да, это будет навсегда вот так вот. Так, SPS можно ломать. SPS к чертям собачьим. Он был красив, он был хорош, но он не соответствовал заявленным мощностям реактора водяного. Будем им пользоваться. Так, а тут нет ничего важного, ценного вот в этой вот трубе. Но вдруг она полная? Нет, она пустая. А ты представляешь так? Ломаешь трубу, а она полная чего-нибудь важного? Например, полония. Нет. Здесь все чистенько. Здесь даже все чистенько. Ой, я все сломал. Да, я сломал все трубы. И хорошо, что я не сломал вот эти трубы, а то у меня там почему вылетают. Так, это очень важная штуковина. Это наши меньше литра антиматерии. Сюда у нас пойдет просто до хранения. Ну, нужно же где-то хранить предметы. Какой? Да, вот. Вот этот мы строим. Построили. Кстати, построился? Да, он построился. Построился правильно. Даже более того, эта штуковина поняла, кто она такая и как она должна работать. Так, а я тем временем освободил пустое место в рюкзачке. Реакторы-глассы больше не нужны. Фижен-реактор кейсинги. Нет, это работает. Откуда у меня фижен-реактор кейсинги? Видимо, я здесь что-то не достроил. О, тут еще одна труба. Нет, это не труба. Так. Продолжаем глобальную перестройку. Если я сейчас разломаю вот это, то у меня, конечно же, все попадет в карманы. Я бы не хотел, чтобы все попало в карманы. В общем, так. Как мы решаем? Все будет 9х9. Бойлер просто будет не очень высокий. И так как мне здесь надо протащить... А мне тут ничего не надо протащить. Вот. Так как все будет 9х9, мы смело тут... Хорошо, когда у тебя под полом бодрок. Ты не боишься его сломать. Так. Реактор переедет сюда. Тут встанет бойлер, а сюда встанет турбина. И, соответственно, турбина будет вместе вот с этими реакторами, которые придется перетащить вот сюда, вот подальше, будет запитывать вот эту коробочку, которую мы пока никуда не двигаем. Или же, если потребуется, подвигаем. Черт возьми. Такс. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Взлезает. Рекопит. Ага. Теперь мы все это дело ломаем. Несмотря на то, что мы его так долго муторно строили. И очень надеемся, что все это барахло влезет в карманы. Если это все барахло в карман не влезет, на самом деле не проблема. Building Gadget работает с Dunk Noll. Вот. А, блин, работал бы он еще с Refinity. Думаю, вот это было бы круто. Такс. Ну, забрали-то почти все. Ну, вроде все в карманы влезло. Такс. И мы перетаскиваем реактор сюда. Встанет, не встанет. А, paste. Реактор. Paste. Реактор. А почему он... А, потому что реактор нужно paste-ить. А что у нас тут есть? Вот вроде похоже на то, что надо. Это же то, что надо. Да, похоже на то, что надо. И работает. И 674, и 375 все есть. Все, что у нас было. Так, хорошо. Это Polishit Backstone. Наш пол. Так, реактор встал. Хорошо встал. Как влитой. Как будто он здесь и жил. И вот сюда вот так вот пойдет у нас... Дайте нам, пожалуйста, реактор порты. Они же порт называются. И же на реактор порт. Сюда у нас пойдет отработка. Сюда у нас где-то здесь... Давайте поставим... Это же большой реактор. Поставим два. Набора куанта. Так, хорошо. Дальше. Здесь мы строим бойлер. Размером 9. А здесь мы строим... Как не хочется вот это приносить. Но они вроде легко строятся. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот такую штуковинку. К сожалению, переносить придется все. Потому что турбина будет где-то вот такого размера. А вот эти можно оставить. А вот эту коробку придется перетащить. Интересненько. А как я проживу в то время, когда у меня нет энергии? Да никак я не проживу. Будем надеяться, что есть энергия в машинах. Еще, конечно, есть вариант. Но я не уверен, что этот вариант меня спасет. В люкс-поинтах есть Basic Flux Storage. Так, сколько нужно шесть таких Basic Flux Storage? Нужно шесть Basic Flux Storage. Они делаются из флюкс-блоков. Итого мне нужно 36 флюкс-блоков. А их у меня не 36, ни черта. Давайте сделаем себе флюкс-блоков. Они дорого делаются. Ой-ё, давайте сделаем себе пару стеков вот этих штучек. Пинг-пинг. Ой, глаза кончились. Так, это обсидианы. А теперь нам нужны флюкс-блоки. Так, сколько их надо? 36 штук. Мало. Черт, у меня кончился флюкс-даст. А он делается сложно. Он делается за обсидиана и редстоана. Так что берем редстоанчик. Интересно, можно из двух или трех? Берем редстоанчик, берем демагнитайзер на всякий пожарный. Так, берем обсидианчик. Один кусочек. И идем делать. Нам очень повезло. Мы как раз находимся на правильной высоте. Прямо здесь делать и будем. Так, это сюда. Демагнитайзер сюда, чтобы ничего не произошло. Все правильно. Аккуратненько встаем сюда. Закидываем редстоанчик сюда. Идем так. И получили три стека вот этой дряни. В обмен на офигенный кусок обсидиана. Очень равноценный обмен, кстати, между прочим. Мне все нравится. Так, еще десять вот таких штуковин. Готово. Теперь мы берем из Flux, из Flux, из Flux вот эту штуковину. И делаем шесть вот таких штуковин. Сделали. А почему этих столов? Флюксбоков больше, чем надо. Ну, это не страшно, что из них делают. Из них делают Flux Plug'и. А Flux Point'и не из них делают, да? Ну, в конце концов, когда-нибудь сделаем себе еще такую штуку. И делаем себе большую геркулесовскую батарейку. Так. Куда деваем батарейку? Она, конечно, будет зеленого цвета. Вот этот контроллер, наверное, нужно унести наверх. Ну, просто чтобы я видел, что у меня происходит. Привет, Крис. Чтобы я видел, что у меня происходит. Например, сюда. Ну, например, вот так вот. Flux контроллер. А это батарейка для сети Main. И она полная. Сколько в ней? 8 Мега-РФ. 8 Мега-РФ. Черт, как-то миловато. 8 Мега-РФ. Это... Ну, стоп. А это РФ. Похоже на то, что это 80 Мега-Ф. Ну, пущай будет. Нужна. На всякий пожарный. Вдруг чё. Так. Всё, хорошо. Едем мигрировать. Едем мигрировать из этой чёртовой... Так-с. Куда мигрируем вот эту коробку? Вот этот вот столбик всё равно придётся срезать. Коробку тоже придётся увозить. Коробку можно увезти. Если СПС-турбина будет здесь, значит, коробка, она у нас размером сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Коробка у нас неформатная. Коробка должна быть другая. Коробка должна быть размером 9 на 9. И я её, наверное, себе не построю. Единственная радость, что... Как она? Индакшн? Индакшн. А, построю. У меня ещё дофига этих самых кейсингов. В общем, строим коробку. 9 на 9 это 81. 81 на 2 это 162. А 162 это порядка трёх стеков. Мне нужно примерно три стека кейсингов. Утаскиваем вот эту фигню куда-то. А почему бы её сюда не утащить? Действительно, вот она встанет у нас вот сюда. Вот и будет у нас вот так хорошо стоять. Вот тут вот. Вот. Тут будет стоять коробка с электричеством. Да, наверное. Вот. Здесь у нас будет стоять коробка с электричеством. Единственная проблема с коробкой с электричеством это то, что её содержимое не стекается. К сожалению. В общем, здесь, да, нормально можно поставить коробку и восстановить её. Так, немедленно делаем эту. Выкидываем весь мусор из карманов. Как-то вот так. Быстренько ломаем коробку и быстренько её восстанавливаем. Сломал он быстренько. О! А один из самых главных кайфов этой самой коробки заключается в том, что её, собственно, ломать всю целиком не надо. Нужно восстановить, собственно, саму коробочность этой коробки. Не спрашивайте, что я сказал только что. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восстанавливаем саму коробочность коробки. А вот это пока оставляем. Так. А может быть, это придётся перенести, если оно за пределами. Но большинство из того, что здесь есть... Ай. А так и должно быть... Чё это я? Да, вот так вот должно быть. Шесть... Раз, два, три. Вроде на самом деле всего хватает. Какой высоты мы её делаем? Мы её не делаем слишком большой высоты. Давайте сделаем её высоты. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы её сделали высоты такой же, как, собственно... Не требуется вот это вот лишнее. А вот это, кстати, на своём месте было. Так, мы её сделали такой же высоты, как и ширины и всего остального. Поэтому она у нас будет прекрасная кубическая коробка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Шикарная коробка. Единственное, что теперь отсюда отстраиваться невозможно. Чёрт! Не все павочки одинаково полезны. Так что, наверное... А ладно, чёрт, чёрт, я вам собачу всё равно это перетаскивать. Чпок, чпок, чпок. Видимо, сюда у нас пойдут вот эти штуки. Кстати, половина из них пустые. Как это ни печально. То есть, если они вот тут застекались... А где те, которые застекались? В общем, да. Хранилище энергии у меня более мощное, нежели я вообще рассчитывал когда-либо использовать. Так, это не надо. Вот эта, кстати, штуковина до сих пор работает. И у меня кончились кейсинги. Кейсинги не кончились, потому что кейсинги есть в системе. Но этого не хватит. Любас не хватит. Так, нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно не забыть, что ещё у нас бывают... Это что такое? Да, это как раз то, что надо. А ещё у нас бывают входы и выходы. Здесь, допустим, у нас выходы. Три штучки. Индакшн-порты. Это же выход? Вроде бы выход. Давайте, раз уж у нас четыре штучки можно поставить. Почему бы и нет? А тут у нас типа входы. Есть ли у меня в кармане входы? И не превратились ли эти входы во выходы, как только я разрушил их? Могли, кстати. Почему он всего один? А что у нас, кстати, с индакшн? А у нас есть немножко индакшн всякого барахла. Давайте сделаем тут два входа. Типа здесь, не типа здесь. Так, кстати, теперь нужно серьёзно понять, сколько мне не хватает кейсингов. Чпок. Закрыли. Кстати, мне почти хватает кейсингов. Офигенная, охренительная коробка. Справа, действительно не хватит. Хотя тут порядка не хватило всего. То есть у меня одного не хватило. Ха-ха-ха-ха. Одной штучки. Трудь. Вот это я понимаю. Вот это вот повезло. Дайте нам, пожалуйста, один индакшн кейсинг. Соответственно, вот нам нужно вот это вот с контровым. Вот эта штучка. Дайте нам, пожалуйста, один набор кейсингов. Как ровненько и аккуратненько. Это, кстати, очень приятно, когда так ровненько и аккуратненько всё происходит. Тогда коробка заработала. Коробка полна энергии. К коробке мы устанавливаем флюксплак. Допустим, сюда. К коробке мы устанавливаем, например, квантум антанглапортер. Только какой? Сюда квантум антанглапортер на частоте power. Который раздаёт power. И он принимает энергию сзади. Нет, не принимает. Принимает. И наши потребности в энергии восстановлены. Ну, само удовлетворены. Потихонечку должны эту самую энергию терять. А она будет показывать, сколько у нас приход, расход. Что-то у нас как-то ни приход, ни расход. Это всё, наверное, из-за того, что я всё перепутал. Нет, не та кнопка. Вот та кнопка. И по ним надо shift-кликнуть. Да, output красные. Заразы. Антанглапортер, пожалуйста. На частоте power. Правильно энергетически настроенный. И вот теперь у нас что-то зашевелилось. Хорошо.